Сюда я приглашаю тех, которые прошли школу сейчас. Кто был на сессии, часть уже людей уехали, а кто не уехали, пожалуйста, выходите. Конечно, у нас не будет такой возможности, как на ночной молитве, много свидетельств услышать. Они были обширными, они были глубокими, но сейчас выходите те, которые готовы тоже и поделиться свидетельством, но короче, гораздо короче, и принять благословение, чтобы этот огонь разгорался дальше. Выходите вот сюда к сцене. Давайте поприветствуем тех людей, которые захотели идти дальше, глубже, больше, принять, получить. И поэтому, если у кого-то сейчас есть желание засвидетельствовать коротко о том, что для вас это было за время, с чем вы уезжаете, если вы человек не местный, то, пожалуйста, вот сейчас Анюта будет давать микрофончик. Вы поднимайте руку, чтобы знали, к кому подойти. Я благодарю Господа за эту школу. И вы знаете, вот сейчас Олечка очень много говорила за детей. Я сегодня утром проснулась, у меня такая вот как бы боль за детей. Я сейчас, как бы, пастор попросил меня приготовить родительское собрание, потому что в нашей церкви есть, я считаю, великая проблема. У нас дети дорастают до определенного возраста, до подросткового, потом уходят в мир. И у меня просто сегодня вот с утра встают лица моих детей, которые были у меня в воскресной школе, которые сейчас в миру. Но я на этой школе услышала свидетельство Нади. И я думаю, что это для меня сейчас было сильнейшее подкрепление. Я понимаю, что мы просто с родителями усилим, усилим молитвы за этих детей. И они все вернутся, как вернулась Надя. Всем доброе утро. Это четвертая школа, на которой я была. И предыдущая школа была очень необычная. Господь разбудил меня ночью и сказал, что запомни этот день, это день победы. Это было 9 мая. И Бог показал, что у меня муж мусульманин, и весь род мусульманский его. Муж мой покаялся, ему 15 лет было. Ну, соответственно, родители его и все родственники, он был как изгоем в своей семье. И вот в этот день, 9 мая, Бог разбудил ночью и сказал, запомни этот день победы в твоей жизни. Я увидела дамбу, которая бурлила и которая была закрытой. Он показал, что это род, который был проклят, мусульманский род. И Бог говорит, я сегодня его открываю. Прошло полтора года, я приехала с прошлой школы, с сентября месяца. Прошлая школа была в сентябре. И Бог повел нас в больницу. У меня, у мужа еще отец, мало того, что он мусульманин, но он в психиатрической больнице, 5 лет был. Его туда прописали, она пожизнена. И этот человек, мусульманин, который не узнавал меня и не понимал, кто я, 22 декабря 2017 года принял Христа. Честно говоря, вот на этой школе, это моя восьмая школа, я не предполагала быть. Но я сказала, Господь, если я тебе нужна, то ты устрой финансово и организуй все это. Я прошла восьмую школу. И вы знаете, Бог на этой школе, очень сильная была школа, очень сильное откровение, через которое я получила обновление. Потому что Бог возвращал туда, но я не предполагала, что там еще нужно исцеление. То есть это было очень глубоко. И поэтому действительно это было сверхъестественно. Слава нашему Господу. И спасибо за его устройство, за его порядок. Поэтому я очень благодарна служителям, которые приехали к нам и служили нам. Это было нечто. Это было супер. Это было здорово. Я так благодарна Господу за то, что я там оказалась. Спасибо. Я знала, что нас будут выводить сюда. И я очень сильно волновалась, потому что не знала, о чем говорить. Потому что настолько много свидетельств, настолько много ответов от Бога, что очень трудно сообразить, о чем говорить. Я попросила Бога, если ты мне дашь микрофон, то скажи мне, что мне сказать. И когда вышла вот Света, вот мы с ней друг напротив друга, я поняла, о чем я должна говорить. Я очень сильно сомневалась и боялась ехать, не боялась, а у меня не получалось. По нескольким причинам. Одна из них, что болен мой близкий человек. И его должны были как раз положить в больницу. Когда я вот уехала, его должны были положить в больницу. И я не могла его оставить. И мне было очень трудно это решение принять. И когда я это решение приняла, и на Школе Света подошла, обняла меня и сказала, Бог говорит, что ты очень сильно сомневалась, что тебе было очень трудно сюда приехать, что у тебя там осталась большая проблема. И Он принял жертву твоего сердца. И пока ты здесь учишься, Он там решает эту проблему. Этот человек мой близкий, его зовут Сергей. Он ищет Бога всем сердцем, но еще не нашел его во Христе. И когда здесь вышел на покаяние Сергей, на эту молитву, я поняла, что я это принимаю для себя как спасение. Я встала на колени, принесла заместительное покаяние и принимала каждое слово Ольге Дмитриевне в адрес Сергея и чувствовала, как мне тяжесть и боль легла вот сюда, вот на плечи. И я села, не знала, что мне с этим делать. А женщина, которая сидела рядом, я ее не знала, Татьяна ее зовут. Она меня обняла, стала гладить по спине и молиться обо мне. И эту боль она с меня сняла. И это еще одно просто сверхъестественное подтверждение того, как Отец нас любит и как Бог быстро отвечает. Я хочу сказать, что в эту школу я впервые пришла. И я уже много раз свидетельствовала и говорила, что это просто очень здорово. Очень здорово. И вчера был последний день, и хотела рассказать два свидетельства, но, наверное, расскажу одно пока. Я вчера шла домой после школы и думала, и рассуждала, и говорю, Господи, молилась Господь, как все это закрепить, и чтобы все это осталось и до конца внести это. Как же это вот сделать, чтобы мы... Потому что много вопросов вчера было, и об этом тоже. И вот он мне говорит, посмотри на меня, смотри на меня. Я говорю, как это? Смотри, говорит, на меня. И он прямо говорит, вот раз, наверное, пять сказал, смотри. Прямо в глаза мне смотри. И вот я иду и стала смотреть прямо в него. И он говорит, видишь, ты же видишь меня. вот давай теперь идем вместе идем вместе, взял меня под руку я даже ощутила все это, поняла я говорю, Господи, как это так вот, и он говорит вот теперь задавай свои вопросы какие тебя интересуют а у меня даже сразу вопросы куда-то исчезли, и я даже не знаю, что задать я говорю, Господи, даже не знаю что задать тебе, Иисус вот, и он меня успокаивал, говорил, что он меня любит, и он мне сказал, что я возлюбленная дочь моя, его возлюбленная, и говорит, вот скажи это слово, а я говорю мне очень сложно скажи, и я сказала и все, и вы понимаете, пошли вопросы к нему, и мы шли с ним уже к дому, подходили и я даже вокруг дома два раза обошла, что гуляла с ним и все это спрашивала, и он все время отвечал, вы представляете говорит, смотри, смотри прямо на него спасибо, Господи здравствуйте всем, мы когда приехали на эту школу, я была на ней конечно впервые такое слово скажу, до этой школы вся моя относительно сознательная жизнь, она была посвящена тому вопросу, как научиться любить то есть я ходила с этим вопросом очень и очень долго, много и задавала всем, и много было желающих показать мне, как это делается, но все время вот было чувство, что это вот все не то, а когда мы приехали сюда и стали говорить об изменении мышления, о расширении сознания и так далее, и я вот чувствовала, что любовь, она где-то есть у меня внутри, вот она огнем горит у меня там где-то, и потом это был второй или третий день школы, и я увидела очень много на самом деле знаний и переживаний, я получила так много, что о них невозможно рассказать, но скажу только одно, произошел тот момент, когда я увидела как Бог любит меня, и это было вот именно то, чего я искала так много лет, и я теперь поняла, как надо Его любить, потому что Он меня научил, Он возлюбил меня первым, и в этот день произошло полное преображение, те, кто были на школе, видели, какая я была до приезда, и потом, какая я стала после, я сейчас просто живую чувствую, что любовь, она изливается из меня через край, спасибо. Спасибо, друзья. А, еще один, да, последний? Это была первая школа, на которую я приехала, всем здравствуйте. Я была, приезжала на энкаунтер, хочу вот рассказать о нас свидетельство, я приезжала в 16-м году в ноябре, и приехала сейчас на школу. Я тогда еще получила слово пророческое, кто-то мне его сказал, что я должна раскрыться, вылезти как гусеница из этого кокона, в котором я сижу, и стать бабочкой и летать. Я это слово забыла, и в этот раз на школе мне Бог это слово напоминает, прямо он открыл, вот такое у меня было введение прямо, что мне нужно уже сбросить вот этот вот серо-черный этот кокон, и пора летать. Все, он мне прям показал, как будто я легкая, я живая, я радостная, в общем, летаю, порхаю бабочка. И вот в конце уже нашей школы, я об этом никому не рассказала, то есть о том, что мне Бог напомнил, я не стала свидетельствовать там, на школе. И в конце уже, не помню, как зовут девушка, которая нарисовала, Юля нарисовала картину, а нарисовала в первый раз, я поняла, она рассказала, что очень долгое время не рисовала, я нарисовала вот первый раз картину, как бабочка из кокона, гусеница из кокона превращается в бабочку. И семь позиций, как бы, вот как она это делает, да. Но еще не до конца вот она там нарисовала, а я видела уже себя порхающей бабочкой. Это так здорово. Слава Богу, друзья, давайте мы сейчас поднимемся и благословим. В их лице мы благословим распространение сверхъестественных возможностей. Вы знаете, наш Бог сверхъестественный. И когда церковь, она соглашается на естественное служение, это так мелко. Господь нас просто выталкивает сейчас в свой океан и говорит, ты можешь, выходи, делай этот шаг, оставляй этот кокон, оставляй все ограничители. Есть возможность погружаться в большее, тем более в церкви, где мы этому можем обучать. Мы не можем это делать на служениях всегда в достаточном объеме, но на школе это возможно, на группах это возможно. Поэтому не останавливайтесь там, где вы есть. А сейчас прострем наши руки. Благословим этих людей, которые приехали из разных-разных мест, из разных городов. Кто-то местный, но их не так, ну где-то может быть половина местных стоящих здесь сейчас. А в основном это люди остальные приехавшие. Господь драгоценный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы сейчас можем высвобождать Твое благословение на тех, которые согласились положить жертву. Положить жертву и прийти, Боже, прийти в Твое присутствие провести не один день и не два дня, а целую неделю погружаясь, погружаясь в новые глубины. Я благодарю Тебя, драгоценный Бог, что Ты не оставлял нас под закрытыми дверьми. Ты открывал нам новые горизонты. И я благословляю каждого, кто уже вкусил, как Ты благ, кто уже прикоснулся к этой частичке сверхъестественного в своей жизни. Те, которые уже уехали в свои регионы. Мы благословляем их там. Боже, я благодарю Тебя, Рави. Я благодарю Тебя, Блессон, Глори. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог жизни. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог святости. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог любви. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог силы. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог, который знаешь, как наделять верой. И пусть этот народ, он пойдет по своим домам, поедет в свои города и церкви и понесет этот огонь. И вокруг доразгорается новое и свежее пламя. Новое и свежее пламя доразгорается, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты сделаешь несравненно больше того, о чем мы Тебя попросили. И сейчас передаю Тебе каждого стоящего на этом месте. Я благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы этот поток хвалы, который был каждый день там, умножающийся, чтобы Он в их судьбах только приобретал новые русла, приобретал новый масштаб, Господь. Я благодарю Тебя, что каждое утро этих людей будет начинаться с хвалы и поклонения, с благодарности и с сердцами открытыми для большего, открытыми для нового. Я благодарю Тебя за каждое свидетельство, которое звучало на ночной молитве, за свидетельства, которые здесь сейчас звучали, которые остались невысвобожденными. Но во имя Иисуса Христа, пусть это будет драгоценным семенем, которое принесет обильный урожай на Твоих полях. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь, за обильный урожай на Твоих полях. Слава Тебе! Мы просто высвобождаем сейчас Твоих делателей. Мы поднимаем пророков. Мы поднимаем Твоих представителей Царства. И мы наделяем их необходимыми способностями, беря от Тебя и раскрываем то, что уже есть внутри. Господи, я благодарю Тебя, что уже никто не остановит эту живую, живую, живую реку, которая потекла, которая потекла, которая потекла. Благословен Ты, Господи, благословен Ты, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вас дайте славу Богу, друзья. Там были исцеления, там были сны, там много чего было в видениях. Поэтому сейчас, конечно, в рамках служения это не сказать. Но пусть в личном общении люди могут поделиться. Субтитры создавал DimaTorzok